Бизнесмены округа встретились на одной площадке, чтобы обсудить дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса в новых экономических условиях. В Наринмаре прошел Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности под председательством губернатора Игоря Кошина. Один из вопросов, который волнует бизнес-сообщество – процедура подключения объектов предпринимательской деятельности к коммуникациям. Предприятие округа подключает объекты деятельности к электросетям, газу, теплосетям, установленные законодательством сроки. Но они крайне велики для бизнесменов. Подключение по электроэнергии, вот этот критерий мы услышали из доклада ГУП «Наринмарская электростанция». По этому критерию у нас очень неплохие оптимизированные сроки. То есть, если они в 2015 году составляли 53 дня выполнения всех процедур, как стороной ДЭС, так и предпринимателем, то в этом году это уже 40 с небольшим дней. К сожалению, процедуры, связанные с присоединением по газу и с присоединением по тепловой энергии и водоотведению, водоподаче и так далее, вот эти процедуры, безусловно, имеют все резервы для совершенствования. Такая оптимизация сроков, по словам уполномоченного по правам предпринимателей, позволит сэкономить значительную сумму затрат бизнес-проекта. Глава региона Игорь Кошин для решения данного вопроса дал поручение проанализировать практику других регионов. Мы давайте брать вообще российскую практику, 85 субъектов, и кто, где, сколько, чего подключает, чтобы мы могли тогда нашим предприятиям совершенно четко ставить задачи, в какой срок должны они укладываться. Если у них не будет получаться, тогда нам должны сказать, что мы должны сделать для того, чтобы у них получилось уложиться в этот срок. Пошаговая инструкция по подключению объектов к технологическим сетям будет размещена на инвестиционном портале. Там же размещается информация о земельных участках. Облегчит труд предпринимателей и новый бизнес-центр, который начнет работу уже в 2016 году. Он объединит уже существующие структуры под одной крышей. Это лизинговая компания, фонд поддержки предпринимательства и предоставление гарантий НАУ, а также бизнес-инкубатор площадью порядка 600 квадратов. Деятельность бизнес-инкубатора, а именно предоставление на льготных условиях нежилых помещений, офисных, оборудованных мебелью. Льготные условия подразумевают под собой первый год нахождения бизнес-инкубатора. Это 40% от рыночной стоимости аренды, второй год 60% и третий год 80%. Какие преимущества создания такого центра? Это, во-первых, расположение в центре города и именно в шаговой доступности. Мы помним тот момент, когда фонд сидел на факеле, лизинг был в отдельном месте. То есть мы сейчас будем реализовывать принцип даже не одного окна, а принцип одной двери. Такая дверь в мир бизнеса будет открыта не только для начинающих предпринимателей, но и для бизнесменов со стажем в решении возникающих юридических, финансовых и организационных вопросов. По словам Ирины Тихомировой, Центр развития бизнеса НАУ станет живым бизнес-навигатором для предпринимателей. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.